Не так давно в Татарстане проходил ежегодный международный форум «Россия. Исламский мир». Объятия, торжественные речи и заверения во взаимной любви и братских отношениях. О сосуществовании традиционных конфессий страны говорили невероятно благостно. Патриарх Кирилл даже назвал мусульман и христиан братьями. Однако в реальности, к сожалению, всё немного иначе. Думаю, многие из вас вспомнят рейды ОМОНа во время пятничных намазов. То в одном регионе, то в другом. Или закрытие мечетей, потому что они внезапно начали кому-то мешать. Из недавнего – история исламского центра в подмосковных котельниках. Он был построен в пристройке к жилому дому. Сюда же приходили на намазы местные жители. Но после обращения группы активистов сюда нагрянули силовики. Центр закрыли, ведутся следственные действия. Мы же совершаем намаз не на виду у всех, просто в закрытом помещении. Но вот этих граждан, они даже не видят нашего намаза, всё равно как-то задевает, что мы совершаем намаз. Я правда не понимаю. Мы даже там, знаете, ремонт специальный сделали так, чтобы когда был Азан, чтобы никто не слышал, чтобы только слышали те, кто находится в этом помещении. То есть там вот такой ремонт, да, шумоизоляция вот такая, и всё равно вот зачем-то вот люди выходят и говорят, а вот мы против вас, мусульман. Другая не менее болезненная тема – ликвидация молельных комнат, построенных на заправках Ирбис. Раньше каждый, кто проезжал по федеральной трассе М7, мог совершать намаз в комфортных условиях. Теперь нет. Заехал на стоянку, сначала найти немного, думаю, может, не туда я заехал, вот, не на то место, а потом, оказывается, смотрю, а молельной комнаты нету. Где сейчас намаз читать вообще непонятно, да. Обычно всегда ездил, здесь читал намаз, было очень удобно, очень комфортно, а сейчас ничего нету. Вот, ладно, сегодня погода сухая, да, можно где-то на асфальте прочитать. Комнаты были построены в рамках программы «Намаз спутника» при содействии Духовного управления мусульман Татарстана. Их было 11, планировалось открытие 12-й. Но незадолго до официальной церемонии на АЗС Ирбис обрушился внезапный поток проверок. Нарушения искали все – от пожарных до земельного надзора. К проблеме подключилась Национальная ассоциация юристов. Что из себя представляют данные молельные комнаты? Это, скорее, комнаты отдыха. Они не являются мечетями. Никаких коллективных богослужений там не проводится. Проповедь не произносится. Любой путник, независимо от его религиозной принадлежности, может посетить данное помещение, отдохнуть, умыться. Кто хочет, может совершить молитву. Но возведение и эксплуатация данных помещений полностью соответствует российскому законодательству и всем соответствующим требованиям и нормам. Однако заключения юристов надзорными органами во внимание принято не было. На данный момент ликвидировано уже четыре молельные комнаты. А что же с мечетями? Может быть, их хватает, чтобы вместить всех желающих совершать намаз? Нет и еще раз нет. Данных проблем нет разве что в Чечне. Все остальные регионы страны ощущают жесткую нехватку мусульманских храмов. Особенно ярко это видно на примере Москвы. Людям приходится молиться под дождем и снегом. А на большие праздники желающих посетить коллективный намаз столько, что приходится перекрывать улицы. А вот недостатка церквей почему-то незаметна. Так что же получается? Официально заверение в любви и братстве. А за спиной чиновники делают все, чтобы лишить мусульман возможности молиться. Нет, отсутствие крыши над головой не заставит истинно верующего отказаться от намаза. Ведь вера не из-за комфорта, а в душе. Но видеть лицемерие властимущих невероятно противно. Ведь если все равны и все братья, то почему бы не выделить необходимое количество мест под мечети?